Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, Поздравляю вас с днём Великой Победы! Защита Родины, когда решалась её судьба, всегда были священны. С такими чувствами подлинного патриотизма поднимались за отечество ополченцы Минина и Пожарского, вшли в атаку на Бородинском поле, бились с врагом под Москвой и Ленинградом, Киевом и Минском, Сталинградом и Курском, Севастополем и Харьковом. Так и сейчас, в эти дни, вы сражаетесь за наших людей на Донбассе, за безопасность нашей Родины, России. 9 мая 1945 года навеки вписано в мировую историю, как триумф нашего единого советского народа, его сплочённости и духовной мощи, беспримерного подвига на фронте и в тылу. День Победы близок и дорог каждому из нас. В России нет семьи, которую бы не опалила Великая Отечественная война. Память о ней не меркнет. В этот день, в нескончаемом потоке бессмертного полка, дети, внуки и правнуки героев Великой Отечественной. Они несут фотографии своих родных, погибших солдат, которые навеки остались молодыми, и уже ушедшими от нас ветеранами. Мы гордимся непокорённым, доблестным поколением победителей, тем, что мы их наследники. И наш долг – хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать всё, чтобы ужас глобальной войны не повторился. И потому, несмотря на все разногласия в международных отношениях, Россия всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности. Системы, которая жизненно необходима всему мировому сообществу. В декабре прошлого года мы предложили заключить договор о гарантии безопасности. Россия призывала Запад к честному диалогу, к поиску разумных, компромиссных решений, к учёту интересов друг друга. Всё напрасно. Страны НАТО не захотели нас услышать. А это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы. И мы это видели. В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе. К вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом, планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза. Причём непосредственно у наших границ. Всё говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Повторю. Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура. Как начали работать сотни зарубежных советников. Шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО. Опасность росла с каждым днём. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны. Соединённые Штаты Америки, особенно после распада Советского Союза, заговорили о своей исключительности. Унижая тем самым не только весь мир, но и своих сателлитов, которым приходится делать вид, что они ничего не замечают. И покорно всё это проглатывать. Но мы другая страна. У России другой характер. Мы никогда не откажемся от любви к родине. От веры и традиционных ценностей. От обычаев предков. От уважения ко всем народам и культурам. А на Западе эти тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить. Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой. Разжигание русофобии. Восхваление предателей. Издевательство над памятью их жертв. Перечеркивание мужества тех, кто добыл и выстрадал победу. Нам известно, что американским ветеранам, которые хотели приехать на парад в Москву, фактически запретили это делать. Но хочу, чтобы они знали, мы гордимся вашими подвигами, вашим вкладом в общую победу. Мы чтим всех воинов союзнических армий. Американцев, англичан, французов, участников сопротивления, отважных солдат и партизан Китая. Всех, кто разгромил нацизм и милитаризм. Уважаемые товарищи. Сегодня ополченцы Донбасса вместе с бойцами армии России сражаются на своей земле. Где разили врага дружинники Святослава и Владимира Мономаха. Солдата Румянцева и Потемкина. Суворова и Брусилова. Где насмерть стояли герои Великой Отечественной войны. Николай Ватутин, Сидор Ковпак, Людмила Павличенко. Обращаюсь сейчас к нашим вооруженным силам и к ополченцам Донбасса. Вы сражаетесь за Родину, за ее будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой. Чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам. Сегодня мы склоняем голову перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла Великая Отечественная война. Перед памятью сынов, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Мы склоняем голову перед памятью мучеников Одессы, заживо сожженных в Доме профсоюзов в мае 2014 года. Перед памятью стариков, женщин и детей Донбасса, мирных жителей, которые погибли от безжалостных обстрелов, варварских ударов неонацистов. Мы склоняем голову перед нашими боевыми товарищами, которые пали смертью храбрых в праведном бою за Россию. Объявляется минута молчания. Продолжение следует... Уважаемые товарищи, гибель каждого нашего солдата и офицера – это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Государства, регионы, предприятия, общественные организации сделают всё, чтобы окружить заботой такие семьи. Помочь им. Особую поддержку окажем детям погибших и раненых боевых товарищей. Указ президента об этом сегодня подписан. Скорейшего выздоровления желаю раненым солдатам и офицерам. И благодарю врачей, фельдшеров, медсестёр, медицинский персонал, военных госпиталей за самоотверженную работу. Низкий поклон вам за то, что боретесь за каждую жизнь. Часто под обстрелом на передовой, не жалея себя. Уважаемые товарищи, сейчас здесь, на Красной площади, плечом к плечу стоят солдаты и офицеры из многих регионов нашей огромной Родины. В том числе те, кто прибыл прямо из Донбасса, непосредственно из зоны боевых действий. Мы помним, как враги России пытались использовать против нас банды международных террористов. Стремились посеять национальную и религиозную вражду, чтобы изнутри ослабить, расколоть нас. Ничего не получилось. Сегодня наши бойцы разных национальностей вместе в бою прикрывают друг друга от пули осколков, как родные братья. И в этом сила России, великая, несокрушимая сила нашего единого многонационального народа. Сегодня вы защищаете то, за что сражались отцы, деды, прадеды. Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Родины. И для нас, их наследников, преданность отчизне, главная ценность, надежная опора независимости России. Те, кто сокрушил нацизм в годы Великой Отечественной войны, показали нам пример героизма на все времена. Это поколение победителей. И мы всегда будем равняться на них. Слава нашим доблестным вооруженным силам! За Россию! За победу! Ура! 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 Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok